Добрый-добрый вечер. Да, кто празднику рад, тот, как говорится, уже за месяц готов. Я рада услушать всех выступающих. Меня зовут Ирина Малич. Я из маленького городка Шенкурск. Все его уже выучили почти, потому что он блистает на каждом триумфальном. И на самом деле в нашем городе всего 3000 населения. Я сейчас посмотрела, сколько населения в Тюмени, сколько в Уфе, полторы тысячи, полтора миллиона почти. И вот мы из такого маленького городка, и мы тоже что-то хотим сделать в этом мире. Да, мне 49 лет, я взрослая уже, и я из семьи военных. По профессии я зоотехник. Как-то я сказала, да, колхозники тоже здесь, поэтому друзья вперед. Вот я проработала в сельском хозяйстве семь лет и дошла с простого зоотехника до коммерческого директора. На самом деле я предприниматель до мозга костей, поэтому я была предпринимателем, я и есть предпринимателем. И я все время искала. Искала что? Я искала свободу. Но я поняла, что в предпринимательстве свободы нет и быть не может, если ты работаешь сам на себя. В работе по найму. Ну, вопрос опять же к тем, кто еще работает там. Поставят ли вам памятник, когда вы уйдете? Стоит ли работать за те деньги, которые вы там получаете, если разделить их на один час, да, эту зарплату? Ну, и вообще, сколько стоит счастье, сколько стоит семейный покой и свои нервы, которые мы оставляем, собственно, в чужом бизнесе? И, конечно, что важнее? Вот сейчас последние шесть лет я работала в крупной сети алкомаркетов, и я много сделала для этой сети, поверьте, но этого, может, и не надо было делать. И, знаете, я попала в суперджамп. Да, я искала, я прошла инвестиции, была в инвестициях, была в сетевых, и все, что-то не мое, что-то не мое, что-то хотела сделать. И вот на просторах интернета я увидела пост Гали Чернышовой, и она говорит, Ира, ты заходи к нам на тренировки просто, просто заходи. Я говорю, слушай, что-то надо найти, потому что за 28 лет стажа рабочего наше государство оценивает людей совсем не столько, сколько они отдали сил времени и своего здоровья. И, выйдя на пенсию через год, я так не хочу жить на 10-15 тысяч, как мои родители, как бабушка. И она говорит, ну попробуй, может быть, что-то ты для себя найдешь в этом. Заходи на тренировку. И я зашла. И вы знаете, я здесь два месяца. Два месяца я увидела, что и Оля Котова здесь, и я очень обрадовалась, потому что я ее тоже знаю. И вы знаете, эта тренировка, она изменила мою жизнь. Я изменилась сама. Я уже говорила вам, что я колхозник, предприниматель. И когда я работала в колхозе, я все время говорю, ребят, я знаю только два языка, русский и матерный. Притом второй я знаю на пятерку. Что для меня дал суперджамп. Я боролась с этим. Я боролась с этим нецензурчиной. И каждую пятницу мне было страшно, потому что в наших сетевых магазинах стояла очередь людей. Очередь людей. И там стояли молодые, старые. То есть люди отмечают пятницу. Мне было страшно, потому что это действительно бег по кругу. Вот сейчас я говорю это друзьям, знакомым, которых я пригласила на эту встречу. Я сегодня пригласила 47 человек. И, ребят, если вы здесь, пожалуйста, задумайтесь, стоит ли того, что вы тратите, вы продаете свою жизнь где-то кому-то. Сегодня мне мои родные задали вопрос, надо ли там продавать. Вот ты говоришь, что вот суперджамп это класс. Да, надо продавать. Надо продать эту тренировку себе. Больше никому. И я им говорю, себе продай тренировку, пожалуйста, продай ее себе. Пройди ее. Потому что я прошла. Я изменилась. И, конечно, я всем желаю всего доброго. Потому что суперджамп мне дал свободу. Я ушла с работы по найму уже с 18 ноября. Я не работаю. Я счастливый человек. Ну, пока по мне не видно. Да, я просто так волнуюсь. И вы знаете, вчера в мою команду зарегистрировалась женщина, которой 85 лет. Дорогая моя Зинаида, если вы меня видите, если вы здесь, я люблю вас. Я вас не знаю, она с Ярославля. Но это человек, который хочет поменять себя 85 лет. Который что-то хочет в жизни. А люди, которым 18, 19, 25, 30, они просто тупо прожигают свою жизнь, работая с понедельника по пятницу, потом напиваясь в хлам. И на завтра переговаривая, кто в чем был одет. Вы понимаете, суперджамп меняет людей. Я не хочу уже этого слышать. Я не хочу слышать этих сплетен. Я не хочу слышать матюгов. Я хочу общаться в этом прекрасном высшем обществе, которое называется суперджамп. И чем больше людей присоединиться к нам, тем быстрее поставят у нас мост в городе. Мы в 21 веке живем. У нас моста нет. Мы на острове. Понимаете? Потому что каким-то нашим вышестоящим властям, губернаторам, я не знаю кому, и мне, когда дарить людям счастье, им надо деньги в карманы запихивать. В гробах нет карманов. Понимаете? Если мы дарим каждый день людям счастье, добро, улыбки, обязательно этот мир станет лучше. Я верю в это. И мне сегодня опять же одна женщина задала вопрос. А что ты делаешь сейчас? Ты ушла с такой зарплаты 70-100 тысяч, дорогая. Ты совсем ку-ку? Я говорю, ты знаешь, а я живу сейчас по индексу счастья. И каждый день людей все больше и больше счастливых, радостных, успешных. И когда человек успешен, счастлив, к нему приходит все. И деньги, и счастье, и здоровье, и поддержка близких, и прекрасные отношения в семье. Я, ребят, если вы не знаете, как вам исправить ситуацию, может, со здоровьем проблема, может, в семье что-то не ладится, может быть, вы не можете до сих пор найти себя, как не могла себя найти я. Мне 49 лет, я только в себя заглянуть успела. Только вот сейчас приходите в Суперджамп. Мы поможем вам продать эту тренировку себе. Вы научитесь вести себя. С этими восьми упражнениями вы научитесь владеть собой. Одно мне только упражнение плохо дается, я все еще не могу сдержать свои чувства. Но я стараюсь, честное слово. Всем счастья, здоровья, позитива. Я всех вас люблю. Я желаю, чтобы наш мир был миром. И чтобы все любили каждого. Люблю. Браво, браво, величайшая. Браво. Весь мир тебе рукоплещет. Спасибо тебе за это волнение, за эту энергию. И ты совершенно верно. И интеллект-тренера дают вот эту возможность вспомнить человеку это.